Доброго ранку! 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 В годопаде 1959 года шайба взломала нос Жака Планта. Матч спынили на 45 хвилин, после чего воротар вернулся на лёд у масцы. На полна этом он вельми здивил и тренера, и усих болельщиков. Але после этого Жак Плант не проигравал 18 матча у запар. И на кожной гульни он был у масцы. А после и воротары инших команд почали корыстаться охолными масками. Так что и ты, Лесик, становись хоккейным воротаром. Так и зроблю. Буду гулять у самой прыгожей в форме. И запрошай нас на своем матче. Будем за тебя болеть. А покуль, что я запрошаю усих на мультфильм. Сябры, а вы не залважили, что в осенью у шпаковнях живут птушки? Что это такое? Шпаки вернулись с выры, тезусиму ягонь не отправлялись. Вы бачили такое у своим дворы? А я докладно бачу, что за кенца шпаковня выглядая некая птушка. Только меньше за шпака. Потап, ты докладно не разглядел, что за яна? Не, не хотел я ей отурбовать. Птушка и так пошла хваляваться. Открыю вам секрет. Коли шпаки в осенью одлетают у выры, их дамки шпаковни могут занять инши птушки. На полноты, что застаются на зимок у нас. Это могут быть и веробьи, и синички, и плиска. Коли моцные морозы, птушкам спокойно и утульно удравлян им в домку. А весной, коли шпаки вернутся, отрымливаются их кватеры, уже будут занятые. А в осенье шпаки попросят вызволить домки и будут жить там сами. Веробьи синичками ведают нору шпаков и с першим весновым соником рассыпаются кто куды, далей от шпаковни. Сябры, птушкам тяжко у мороз, тому не забывайтеся кожный день покидать почастунок для их у кормушках. И треба это делать в один и тот же час. Каптушки призвучались. А в нашей программе в один и тот же час мы показываем мультфильм. Давайте глядеть. Ну что, самый час поправить прически, проверить школьные заплечники и отправляться у садки из школы. Жадаем усим цеданного дня. Самых лепшихся бро и добрых отзнак у дённиках. И давайте домовимся про нашу наступную состречу. Усе памятують, коли она отбудется. Як зауседы зранку у нашим доброранку. Не проспите.